Всем привет и добро пожаловать на канал Плэйтхо. Мы с вами продолжаем прохождение Горд и это вторая глава, которая называется Теплый прием. Дикий народ всегда жил подобно лесным зверям. Хоть он и не чурался сражений, он презирал завоевание, как и многие стороны нашей жизни. Однако в последнее время лесные люди стали агрессивнее и напали на городище племени Зари. Быть может они хотят порадовать Велеса? Перед началом каждого сценария вы можете ознакомиться с биографиями подданных, их сильными и слабыми сторонами, уровнями опыта, предметами и не только. Когда вы получите представление о ваших будущих подданных, мы рекомендуем вам дать каждому из них уникальное имя. А, то есть можно переименовывать? Ну, я, наверное, это пропущу. Давайте лучше сейчас посмотрю, кого мы можем здесь с собой взять. У нас указана группа 6-6, то есть от кого-то мы должны будем отказаться и кого-то добавить, если он нам будет подходить по уровню либо каким-то навыкам. Хотя, на самом деле, особо для меня какой-то сверхразницы нет, потому что, ну, за которым я в игру не играю, мы с вами проходим. Единственное, что могу, наверное, сделать сразу же вот такое наблюдение, имеет смысл убрать Мору. Все-таки это девочка, да, маленькая. Это ребенок, поэтому лучше ее поменять на кого-нибудь взрослого. А у нас какой здесь идет уровень? Дождите, стоп, у нас синяя, либо белая лычка лучше. А, это белая, да, наоборот. Тогда я убираю ее, а возьмем, а возьмем, наверное... Так, а сколько у тебя идет? 114, 138? Наверное, возьмем разведчика вот такого, да? Потому что грибник у нас есть, а разведчики, ну, они, как мне кажется, всегда могут пригодиться. Да, продолжаем. Господа, дикий народ, они напали на городище. Поспешим, а не то мы лишимся дома. Пролом, враг внутри. Каждый раз после пролома игра автоматически ставится на паузу. Обратите внимание, что в режиме паузы можно давать приказы. Воспользуйтесь этим преимуществом. Когда будете готовы, нажмите играть для продолжения. Добраться до городища. Так, ну что, ребяток всех наших выбираем, и давайте потихонечку, судя по картинке, нам надо двигаться в ту сторону, да? О, тут какая-то бедолага лежит. Золотишко есть, это хорошо. Тут у нас еще один валяется. Цветы есть. А, камни. Ну, раз мы здесь, то предлагаю, конечно, сразу же как-то это все дело залутать. Завершение задания. Очистите городища от вражеских налетчиков. Их тут шесть. Ну, они какие-то уже полуживые. В атаку все. У кого что есть. Быстренько концентрируем атаку на одном. И начинаем ему напихивать. Ну, я вас верю, ребятки. Хотя, слушайте, ну, судя по урону, который они наносят, наши ребята, они прям красавцы. Боги. Столько потеряно. Эти варвары покусились на собственность короны. Это большая неожиданность, господин. Дикий народ нам не союзники, но они еще никогда не решались напасть на городища. Что-то изменилось. Да какая разница, старый ты дурень. Они заплатят за свою дерзость. Несомненно, господин мой. Но теперь важнее всего собрать все, что уцелело от наших построек. Нужно залатать прорейхи, убрать обломки и найти все, что можно пустить в ход. Так, ну что, давайте тогда смотреть, что у нас здесь. Здесь имеется, как мы с вами видим, уже, естественно, территория у нас готова. Не как в первой серии, да, то есть мы там с вами возводили. Ну, давай тогда ремонтировать. А почему ты не хочешь? Нет, такое главное. А это? А это хочешь, да? Тоже не хочешь? Тоже не хочешь? А с чем это связано? То есть что-то ты хочешь, а что-то ты не хочешь? Как это работает? Убирай кучу вот эту. Ты тогда сюда. Восстанавливаем эту постройку. Дальше сюда отправляем. Есть еще? Здесь у нас все целое. Забор. Ну, забор вроде тоже целый. Да, еще плюс вышка. Надо ее восстановить. Хочешь, что все сделали? Помоги. Ну, а ты можешь помочь там. Всех распредели. Значит, что у нас по постройкам? Я сразу вижу. Первое, что бросается в глаза. Это у нас добыча дерева. У нас есть добыча грибов и... А, нет, это тростник. Вот дерево, вот тростник. И у нас есть вышка. То есть у нас из шести трое будут заняты. Грибами у нас занимаешься ты. Экхан. Задача ясна. Добыча древесины. Бажана. И у нас тростник вот здесь, да? Все. Табльт. Все остальные у нас будут сейчас тогда изучать территорию вокруг. Будем лутаться, будем смотреть, ну и дальше выполнять наши задания. Так, ребятки, здесь соберитесь в круг. И еще одного я потерял. Не могу понять, где он. А, он продолжает строить. Теперь мы защищены, но нужно еще выдать подданным оружие, чтобы лучше подготовиться к тому, что нас ждет за стенами поселения. Давайте возведем первую военную постройку. Ну, давай. Она у нас находится где? Е. Наверное, Е. О, ага. Военное дело, да? Что у нас есть? Яма секирщиков. Людей учат владеть секирой. И еще есть стрельбище. На стрельбище готовят стрелков. Ну, что, в принципе, логично. Ну, наверное, начнем с вас. Сейчас как-нибудь попробуем около вышки тут разместить, если получится и поместится. Ну, она здесь, да, устанавливается. Ну, вот так, наверное, первую поставим. А на вторую хватает? Не хватает. А не хватает древесины. У нас 144 единицы есть. Надо, чтобы у нас бажана как можно скорее все это дело перелопатило и принесла. У нас буквально чуть-чуть не хватает. У нас 144 единицы есть. Надо еще пару досочек, и все будет готово. Что касается яма секирщиков. Кого мы сюда тогда отправим? Что у нас идет по здоровью? Раз секиры, то это, значит, будет бойцы ближнего боя. 165 здоровья. 165 здоровья, 138. Ну, давай, наверное, тебя тогда направляем, да? Довольно. Пора искать картографа. Он должен разобраться, как лучше всего перевозить золото, особенно через вашу чертову реку. Мои люди как-то видели этого калантийца. Говорят, он окружил себя ловушками. Будьте на чеку рядом с его домом. Угу. Переоделся в броне. 195 плюс 30 хп получил. Ребят, ну а вас ждет стрельбище. Надо немножко подождать. Хотя, стоп, а ну-ка. У тебя здоровье 138. 129. А если смотреть по навыкам... Сражение... А, у тебя сражение минус 10. У тебя минус 10. Возьмем кого-нибудь, допустим, Табальта. Сражение плюс 10. У тебя минус 20. Минус 20. Поменяем вас местами. Ты иди сюда, Джоз. У нас туда будет находиться на сборе растений. Что там у нас по дровам? Подъехали. Выбираем стрельбище. Поставим сбоку. Вот сюда, да. О, готово. Строим. Ну и у нас будет один бой с ближнего боя. И два лукаря. Единственный вариант это поэкспериментировать. Насколько сильно вообще будет у нас два лукаря справляться с данной задачей по урону. Если плохо будет это все происходить, то, соответственно, мы тогда поменяем их местами. И сделаем еще одного секирщика. Здесь же насколько... Ну, здесь аналогично, да. Не по три человека здесь могут находиться. Хорошо. Вот, а двое сюда. Там, блин, пошел первый переодеваться. Дальше. Значит, нас интересуют постройки, которые уже отвечают, естественно, за их, скажем так, жизнь. За их тут быт. Кроме как добыча базовых ресов. Это у нас с вами было производство медовухи и еще были бани, да. О, смотрите, у нас здесь еще идолы есть. Идолы это небольшое украшение. Они нужны только для одной цели. Повысить здравомыслие в городище. А здесь требуется 60. А, ну здесь общие уровни разные, да. 20-40. А в особой постройке дополнительные ворота, военный пропуск. Здесь у нас, ну вот, копим древесину. Что же, ребятки, пойдемте тогда изучать, смотреть территорию. Начнем с того, что находится с нашего тыла, да. Вот здесь будем проверять то, что мы пропустили. Ну, а пока все остальные пускай занимаются тасканием ресурсов. Мне на самом деле понравилась игра. Прикольная. Интересно, конечно, как будет складываться сюжет. Единственное, в начале все время игра пишет о том, что, мол, будьте готовы к тому, что игра будет подавать вам разнообразные выборы, к которым вы будете морально не готовы. Типа, мол, они могут быть сложные, как эстетические, так, если будет другие стороны. Ну, что-то прямо, знаете, какой-то такой отдаленный фростпанк напоминает выживание в лесах только здесь у нас происходит. Да, там тоже игра частенько давала нам выбор. Кто это у нас? Это у нас странствующий торговец. Привет, бедолага, что продаешь? Ага, так, славный денек вы выбрали для визита. У меня как раз появились отличные товары от одного известного торговца с дальних земель. И он предлагает биви, медвежье сердце, максимальное здоровье плюс 20. За золото, да, и мясо. Знак разведчика, опыт исследования. А это что у нас? Урон от атак по цели в вепре плюс 20, урон от атак противника в вепре минус 20. То есть по вепрям плюс 20 урона и от них минус 20 урона. Ну, я думаю, наверное, возьмем здоровье 20%. Купить? Да. Так, отмена торговли. А кому это ушло? Я хотел бы, наверное, бойцу ближнего боя-то передать. То есть... А! Это у нас у табльта. Давай-ка мы перекинем тогда. Это тебе, наверное. Вот так вот сделаем. Правильно? Принять. Проверяем. Да, все у него имеется. Шикарно. Ну, а мы продолжаем дальше лутать и узнавать все. Слышу, здесь где-то звон идет. Не могу понять где. Где-то вот буквально... Вот тут, что ли? Надеюсь, мы тут были. Тут ягоды только растут. Ладно, погнали тогда на север. Будем открывать территорию там, да? Вот тут что-то слышно еще. Еда. 28. Я там видел, у нас появилось... Так. Увеличивает максимальный размер запаса ваших ресурсов. Но у нас под замком. Хорошо. Тогда будем, наверное, нажать какую-то прокачку. Когда появится возможность, то сразу же в это и вложимся. Руководство. Существа. Так. Приключения. Снаряжение. Ресурсы управления. Постройки. Еда. Категория построек. Ну, ясно. По сути, обычные подсказки гаде, да? Олени. Нам они не нужны. Ну-ка, карта какая-то большая достаточно она. Так, вроде идем. По чуть-чуть открывается. Но общий радиус у нее... Не маленький, я бы сказал. Прямо очень. С этой стороны все осмотрели. Давайте здесь теперь проверим. Чтобы наши люди спокойно уже жили, кажется. Не тужили. Спокойно работали. И никто им уже не мешал. Хотя, стоп. У нас 150 древесины появилось. Нас туда интересует продвинутая постройка в виде медоварни. Как-нибудь вот сюда можем попробовать ее. Нет, здесь что-то не самый хороший вариант, наверное, да? Вот сюда мы тебя установим. Тут у нас и травник, и уголок хороший. Ребятки, давайте-ка пойдем это все дело возведем. А вы бегать умеете, нет? Ну, это они типа так бегают. Дождик хреначит. Конечно, с погодой нам тут везет. В кавычках, мама не горюй. Давай построим. Ну, вдруг уже у всех остальных потихонечку будет падать статистика. Мы ее сможем здесь уже, кажется, не отходя от кассы, сразу приподнять. А вот что касается бани, надо копить заново ресурсы. Все, медоварня у нас построена. Уходим отсюда. Пойдем проверять. Это что такое у нас? Что там было написано? Так, это у нас боги всегда благословляют тех, кто найдет время поклониться изваянию. Покровитель профессии ускоряет накопление опыта в своем роде деятельности. Лешего. Интересно, а что это поднимает? Попробуем посмотреть. Где наши ребятки? А, здесь надо обойти. О, а ты кто такой? Изучение новых навыков за 90 золота. Здравствуй, мой юный друг. У тебя возникло безудержное желание исследовать и изучать окружающий мир? Нет? Но если ты просто хочешь чему-то научиться, думаю, я могу научить тебя всему, что нужно. Если о цене, договоримся, конечно же. Понятно, за знание он хочет деньги. Логично, но пока что наши финансы поют романцы, да? Опа, вот здесь что-то вижу. Сейчас проверку боем. Хрюндель, накинулись на него, быстро. Оу, нет, это не хрюндель, это волки, е-мое. Давай, давай, закидывай. Еще одного рубина. Слушай, ну лукры красавцы, а лукры реально красавцы. Но в эту команду, как мне кажется, надо еще одного бойца ближнего боя. Тогда будет более какое-то профитное сражение идти. Разбираем монетки. Нам надо попасть вот сюда. Правильно мы шли? Да. На полпути уже. Производство еды плюс 200% получения опыта на один год, месяц. Что-то такое не успел прочесть. Слушайте, так... Интересно. Так это же у нас падает, получается, баф на человека, а не на всех же. Или нет? Уровень развития градища повышается. Так, у нас это здесь нигде в логах не отобразилось. Тогда как быть? Не понял. Это на человека или на город? Ладно, будем экспериментировать. У животных, конечно. У каждого здесь животного, да? У него какая-то есть своя обилка, так называемая. Сбрасывает, нападает, скидывает. Давай, 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 чуть-чуть осталось. Не хотелось бы отбегать, но я думаю, ты и так его забьешь. Молодчинка, он, правда, уже покраснел. Где-то были у нас ягоды, нет? Желтый вижу. Да, ты самый сильный, ты самый мощный. Забираем дерево, забираем вот здесь. Что-то у нас тут есть золотишко. О, травушка. Правда, не та, которая нам нужна. Она нужна на здоровье, да? Пойдем проверять еще вот с этой стороны. Надо до конца вот этого тумана войны убрать. А после уже посмотрим. А, это мы вернулись. То есть можно было, по сути, там обойти. Не заметил прохода, ну ладно. Иди сюда. Здесь у нас есть красные травы. Так, что касается ресурсов. Вроде как подсобрали. Давайте сделаем баньку. Баньку мы поставим где-нибудь недалеко от... Ну где-нибудь вот здесь, как вариант, ее можно установить, да? Посидели, погудели, погалдели и сразу же отдохнули. Пока подождем. Сейчас кто у нас будет есть ее? Тот, кому она больше нужна, да? Да. Слушай, а тут это хорошо. На один месяц дается. Да, на один месяц. Что наверху? Опа. Новая жизнь. На свет появился мальчик. Зовут его Безрапов. Принять. Добро пожаловать в этот мир. Правда, жесткий, ужадный, ужасный и кровожадный. Но... Мы поможем тебе во всем. Дюак. Кабаны. Воинственные дикари. Куда чаще используют в бою примитивный... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, это плохо. Это прямо очень плохо. Поменяем пока урон. Отойди. Отходи основательно. Вот сюда со спины давай. Конечно, лучниками танковать такое себе, но... Это лучше, чем все остальное, да? Чем просто погибнуть или отбегать лишний раз. Давай-давай, чуть-чуть осталось. Добиваем. И нас классная ждет в баньках. Кстати, кому банька, а кому цветы? О! Пошел, поел. Молодцы. Уже такая краснота пропала. Что здесь есть у нас? Ерунда какая-то. Там. О, еще растение есть. Плюс получили книгу. Собираем все, что имеется. Хочу посмотреть, что за книга была. Так, это не то, не то, не то, не то. Во, книга. Книга сражений. Предмет покорится любому подданному с третьим уровнем. В следующий раз уровень опыта, опыт сражения вырастет не на один, а на два пункта. Затем предмет исчезнет. Классно. Это, я бы сказал, хорошо даже. То есть, такая книга с бустом на опы, да? Плюс восстановление здоровья. Одна в одну секунду будет больше идти, правильно? 56. Ну да, быстрее восстанавливается. Ну вот здесь еще проверим все. А, это мы уже выходим обратно. Так, по здоровью. Вроде как они восстановились. По всем остальным параметрам тоже все нормально. Тогда будем изучать дальше территорию. Как у нас снизу строительство? Малая, точнее малой. Помоги. Помоги возводить объекты. На что нам еще хватает? Хижина охотника. А, амбар загорелся. Смотри, требуется 100 единиц тростника. Сейчас соберем. Подкопим и сделаем. Главное лутаться здесь. Главное здесь все изучать, смотреть. Потому что, посмотрите, сколько много всяких интересностей здесь валяется, да? Которые мы можем использовать, которые нам могут пригодиться. Плюс 200 к получаемому опыту. И мы таким образом потихонечку уже подходим к нашей звезде. Золотой. Тут что? Там, наверное, одну ягодку съедим. Что за звук страны? Очень страны. Но я не слышу... О, кабаны. Он сейчас начнет... Опа! Хорошо. Красавчик, добивайте. Это прямо мощный. Какой кабан? Это папа кабан, что ли? Левелап у нас появился. Плюс еще здоровье пошло. Лягуха такая. Я сваливаю. О, боже. Правильно. Здесь заварушка для серьезных ребят. Какой-то сундук еще есть. О, секира так стоять. Она у кого? Она, наверное, должна быть у него, да? Плюс 10 урон от оружия. Шикарно. Что в сто? Труп животного. Так, давным-давно брошена туша животных, распространяющая непосимо воню. Ловушки могут разоружить только разведчики. Ага. То есть лучше туда сегодня наступать. У нас разведчиков сейчас нет, поэтому разоружить мы ее не сможем. Обезвредить, одним словом. Просто мимо обойдем ее, правильно? Угу. Такое главное. Правильно, правильно. Еще ягодка. О, тело. Получили монет. Что у нас там суммарно по... А, слушай, наверное, имеет смысл... А, это красные травы. Ошибся. Надо теперь желтые искать. Потихонечку. Там все у нас построено, все готово. Да, банька есть. Мыться пока не можешь там. Ну, туда тебе черновато. А на хижину... Нет, стоп, не хижина охотников. Нас интересует амбар. Мы тебя поставим куда-нибудь... Куда-нибудь. Сюда влезаешь? О! Маленькая постройка, маленькое место. Отлично. Малая. Малой, точнее, помоги. Погнали наверх. Хотя, наверное, нам в идеале закругляться, да? Больше в низину уходить, в сторону юга. Опа, еще один кабан. Давай, давай, накинулся. Вот это удар. Вот это я понимаю. Просто будку ему разнес. Пополам. Так, да, я-то я. Конечно, это ты. Никто, кроме тебя в данной ситуации. Так ты прямо великий танк. Забрали еще вот это. Кто-то здесь хрюкает. Надо проверить. О, это у нас ловушки. Вот пускай синие на ловушке хрюпрыгают. Хотя, обратите внимание, они по ним пробежали, но урон по ним не прошел. То есть для них это фигня. Для них эта штука не работает. Еще один есть. Давайте обойдем. Сидим раз. Сидим. Не наступай там. Нет, тебя, получается, надо лучше ручным контролем, да? Вот сюда. О. Тут у нас есть какие-то... А, это, собственно, могилы. Две штуки. Мы потихонечку уже в сторону дома возвращаемся. Там можно именно отдохнуть. Все равно пока не полутаемся. Вот это. Давай проверим, что здесь еще есть. Амбар построен? В процессе. Радует. Что-то какая-то подозрительная здесь тишина, да? И территория открытая. Ой, не к добру такие вещи. Ой, не к добру. Вот тут, слышу, кого-то. А, паук выскочил. Давай ему быстро напихаем. А куда вы ходите? Бейте его. Стоп, мужики, вы что? Пауки-то уж совсем они рахиты. Их даже нет смысла тут особо... С ними церемониться. Охраняю тела. Конечно, монета у нас падает постоянно. Постоянно и очень быстро. Плюс 200 к получаемому опыту. Сейчас обойдем это озеро. Вот сюда, да? Тут у нас и здоровье есть, и желтые травы. Как раз китабальту они нужны. Или табальту. В общем, ему, да? Снегу надо. Но он их сейчас и съел. А здесь что? А, здесь кабан. А, нет, стоп, это волт. Причем не один. Целая стая. Не, ну в ближнем бою... Да, секирщик. Сделает красоту. Ты посмотри. Очень много урона. Золотишко есть. А тут что? Крепкие ботиночки получили. Главное, ничего не пропустить. А, вот здесь что-то вижу. Пока обойдем. А, здесь могила у нас. Ё-моё, выскочили. Ну давайте, кого мы можем вывозим. Всех остальных будем уже, естественно, там, после отхила. Контролируем здоровье. Если что, отводим. Ребятки, концентрируйте атаку на армобедолаге. Вот сюда. Но здесь, конечно, медвежье сердце дает ему хороший бонус плюс 20%. Это прямо очень много. Тем более, по таким меркам. Давай подхилимся. И еще так. 161 из 211. Здесь что мы можем получить? Здесь мы получаем плюс 100 веры. Золотишко. А тут? 62, 64. Но потихонечку около костра, да. Общее состояние восполняется. О! Даже не заметил, если честно. Не, 55. Боец ближнего боя. Секирщик. Мы с вами хотели плюс одного получить, либо поэкспериментировать. И вот, пожалуйста, да? Никого не надо обучать. Сразу же готовые есть. Шикарно. Давай проверяем, что здесь у нас. Суммарно. 218, 220. Ну, наверное, имеет смысл немножко подождать. А, вот еще монетка есть. Хотя деньги постоянно капают. Здесь 5200, 2600. Ну, давай, наверное, еще немножко прогуляемся. А потом уже, может быть, даже домой приведем в лагерь. Вот здесь круг сейчас сделаем небольшой. И, соответственно, они там пополнены и здоровье, и все остальное. Там и в банке поваляются, и пиво попьют. Короче, расслабиться. Мы на месте. Картограф, освободите картографа. Ты смотри, какая. Они сбивают с ног. Это жестко. Это прямо очень жестко. Картограф. Картограф тут, да. Богдан. 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 А теперь это изувеченное тело. Легко подумать, что такие вещи давно не трогают наши сердца. Но это не так. Вы, варвар, слабые разумом. Че это труп? Одного из ваших разведчиков? Нет, господин. Судя по одежде, перед нами картограф, которого вы искали. Будь проклятой эти леса. Плевать. Нам нужны его карты. Обыскать его хижину. Обыскать клетку. Все обыскать. Я почему так и думал, что он погиб. Господи, мы нашли в хижине записи. Карта... Там сказано, где переходить реку? Да, мой господин. Но если следовать намеченному пути, придется идти через болото. И это трудно и опасно. Кто ты такой, чтобы сомневаться в мудрости королевского картографа? Пойдем, как намечено. Действуйте, наемник. Хватит терять время. Угу. Так, но сперва, конечно же, надо здесь все проверить и, кажется, залутать, да? С нами, тем более, мы сейчас еще новенькая не проверяем. О, подвеска из волчьего зуба. Что это такое у нас? Сейчас проверим. Это у нас идет. Плюс 20 к частоте атаки. Слушай, ну, наверное, лучше это все дело передать снегу, да? Так, поменяем местами. Отдать это снегу. Вот так вот. Для лукаря скорость атаки, конечно, будет намного важнее. Не-не-не, там стоп, там шипы. Туда опасно идти. А здесь что-то ничего и нет такого. Домик некликабельный. Абсолютно пусто. Звезда нас тащит теперь куда-то в сторону востока. Да, направо. Надо будет прогуляться. Здесь что? Тело. Брусок какой-то. Ну-ка, а он что дает? Так, брусок, брусок, брусок. Это у нас плюс 5 к урону. Да, на ближний бой нормально будет. Сколько ящиков, смотри, валяется. Прям очень много. Левелап пошел. А, смотри, стоп, у нас у Джосса проблема. Давай-ка ты посидишь туда вот здесь. Отдохнешь немножко, то мы прямо молниями мелькают здесь уже. А ты у нас тоже с ним за компанию. Пока ребята, все остальные таскают. И мы также защищаем территорию. Сел. Ты сел, а ты... Тебе надо вот сюда попасть. А ты, походу, обходишь. Во. Стоп, мы что-то здесь с вами видели, да? А, вот они. Ящички. Удивите. Еда. Там еще камни какие-то, да, есть? Надо проверить. Угу, синяя какая-то. Типа еды у нас тут навалом. Ребята, подожди, стоп. В смысле? То есть вы... О, вы прикалываетесь? Плюс здоровье. То есть здесь они перешли через дерево, а в обратную сторону религия не позволяет. О, братья! Здесь в атаке! Отлично. Золотишко получили. Еще немного. Так, а здесь что у нас? О, волки. А как у нас там по общему состоянию? Ну, конечно, в идеале их домой отвезти. Пускай отдохнут. Ну, вот сейчас последнюю толпку развалим. Проверим здесь территорию и домой. И смотри, а сразу три стрелы. И левел лапы получили. Малорики. Травки получили. Так, еда нам нужна. О, точнее, ну здоровье в смысле. Пропускаем. Сейчас он какой-то переход. А, это на ту сторону, да? Эй, че встали? Помогите. Сейчас поможем, дамочки. Держитесь. Перебить дикий народ. Ну, они, видите, прямо максимально на ней законтрились. И они ее спокойно просто сбоку выбивают. Даже ничего не могут сделать против. Опа, опа, идут еще. Погнали. Так, переход. Открыть меню заклинаний. Поразить дикий народ разломом. Это как? А, вот так. Это мой. Мы отомстим. Вы меня спасли. Эти дикари получили бы заслугу. Они напали на наши градищи, убили наших людей, но ты... Ты не из наших мест. Я не из этих мест. Я не из этих мест. Я не из этих мест. Мою деревню разрушили. С тех пор я странствую. Люди зовут меня Рысью. Люди называют меня Линкс. Я Эдвин, посланец короля Исидора Второго Калантийского. Вижу у нас общий враг. А что за прием ты обратила против этих дикарей? Думай, что ты просто делаешь для этих дикарей. Лесной трюк. У нас и не такого наберешься. Но чем дикари так досадили благородным господам? И кто ты, старик? Я Богдан, старейшина племени Зари. Верный слуг Дашбога. Дашбога? Низвернутого бога солнца? Молчать, ведьма. Я достаточно прожил и чую запретную магию издалека. Зря мы тебе помогли. Тихо, старик. Наша новая знакомница немало умеет и ненавидит наших врагов. Предлагаю объединить с ней силы и пригласить за наши стены. Я бы рада погреться в баньке. Но, господин. Ты же сам твердишь, что здесь опасно. А раз опасно, то до прибытия калантийских войск лишние руки нам точно пригодятся, особенно такие умилые. Или я не прав? А, да, господин. Что ж, прекрасно. Нужно пересечь болото, а потом переправиться через реку. Там нас ждет замечательная деревушка. Это действительно необходимо? Да, действительно. Карту составил сам королевский картограф. Что за вопросы? По дороге сюда я порядком зачистил окрестности, но в болотах столько зверей и чудовища дикого народа, что мои силы истощились. Зверей и чудо. Если выстроим капище и отправим людей молиться, я смогу быстрее восстановить силы. Поверьте, в этих болотах вам точно пригодится мое умение. Ничего не может быть важнее моей жизни наших подданных. Да, поставим капище. И до сих пор, чтобы никто носа болота не свал. Да уберегут нас, боги. Я уберегу твой народ, старейшина. Верь, я не подведу. Выстроить капище. Так, мы сейчас будем это пробовать делать. Но сперва надо будет, наверное, наших ребят как-нибудь подготовить и вернуть в сторону дома, да? Буквально чуть-чуть пособираем ресурсы и отправляем. О, еще толпа. Сломанный меч нашли. А вы посмотрите, что он дает и у кого он находится. Здесь пока чисто. Вот он. Получается урон оружия плюс 20. Нормально. Как раз таки для бойца ближнего боя самое то. Что тут у вас есть? Фигня какая-то. Так, по поводу еды. Точнее, красной травы. И здоровье пополняем. О, слушайте, а мы здесь можем спокойно туда восстановиться, да? Костер, есть место, имеется отличное копье. Оно у кого? Оно, наверное, у тебя, да? А, оно вот здесь. Урон оружия плюс 10. Нормально. Так, значит, стоп, 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 стоп. Да, все правильно, да иди сюда. Собирай и отдыхай. Здесь еще соберем немножко лута и уже будем возвращаться. А я пока построю что-нибудь там. Выстрелить капище, где у нас оно будет находиться. Вот оно. Ох, нихрена ж себе. Оно прям большое. Ну, давай тогда в самом центре мы тебе и поставим. Возводите. Там идет процесс? Да. Ну, а мы смотрим, как у ребят дела. 2 700, 2 500, 2 700, 2 700. Нормально. Пойдем прогуляемся. Ну, что-то мы как-то очень далеко уже с вами уходим. Прямо очень далеко. Каждый раз говорю, пойдемте домой. Нам еще домой шуршать, мама, я не горюй, да? Но все равно какие-то новые территории, новые карты нам просто мешают этому всему. И оттягивают возвращение. И да. А, ну здесь уже все, тупик. Здесь тупик. А, нет. Ну, тут прогуляемся. Здание завершено. Отправьте подлинных на капище. А у нас там есть кто в городе сейчас это может сделать? Во. О, парнишка-то подрос. Смотри. Господин, я рад, что мы в наше время поочтить истинных богов, но нужно следовать плану. Посланец места себе не находит. Добраться до речной переправы. Слушай, так это находится недалеко от нашего места. Надо как вариант вот теперь точно до туда добежать, проверить и идти домой. Чтобы, ребята, немножечко так пивасика попили, расслабились, отдохнули. А потом можно будет по югу карты прогуляться. Это нам получается вот сюда, да? Заодно заскочим. Там, вижу, лапы горят. Значит, будут волки, да? О, еще лут. Череп. О, а это что такое? Он прямо доволен этому. Значит, он у нас каждые 2% потерянного здоровья повышает урон атаки на 1%. Ну, тут особо сейчас никому не поменять. Ну, ладно, пускай будет тогда у него. Это что, это что за цветы? Нейтрализует любой яд. А-а-а. Надо быть тогда аккуратным. Сломанный меч. Опыт сражения плюс 10. Все, уходим отсюда. Нам надо оказаться вот здесь. Сейчас посмотрим, как... А, они не могут сами проложить там маршрут, да? Из-за того, что там туман войны и не понимают, как тут добраться. Слушай, ну, у них что-то совсем плохо. О, боже. Так, ладно, я предлагаю все-таки вернуться. Там звук прямо был очень такой нездоровый. Ставим на возврат всех домой. Ну, у тебя как дела? Ммм. Ну вот, давай сюда направляйся. Ты восстановился? Тогда забираем грибы дальше. Что касается тебя, то же самое. Кошка тут гуляет, мама, не горюй, вы посмотрите. Просто офигеть. О, вот сюда. И вот сюда. Такой не-а. Не-нет, а-да. Сто процентов. Домой. Наверное, построим-ка мы еще одну себе продвинутую постройку. Медоварня будет у нас вот здесь. Садись за стол. Ты тоже. У вас прямо совсем плохо. А, ну, не видите, пытались сразу же тоже забежать, но там уже перехватили места, поэтому они решили построить. Правильно. Так и надо. Так и должно быть. А теперь садитесь за стол. Все. У всех есть место. У тебя и у тебя. Малой, двигайся пока что. Ну да, у них тут прямо уже у всех скоро будут нервные срывы проходить. Добраться до речной переправы. Доберемся. Светилище. Небольшая постройка, позволяющая подданным молиться. Стой неподалеку. Молит его. Светилище медленно, но верно поднимает веру подданного. Слушайте, а мы можем поставить одну куда-нибудь сюда? Она делает охват? Охват-то делает, но зараза не ставится. Эх, а я думал про... А, нет, слушай, смотри, где-то здесь подцепилась. А, ну она вот здесь цепляется, но она не дотягивается до того. До той постройки. Ну да. Ну, а кто нам мешает сделать две штуки, правильно? Давай первую поставим сюда. И еще одну. А, ну, одну попозже сделаем. Вера. Пока что она 9 единиц. Сейчас проверим. Момент истинный. 10. И... И все, да? А, нет, поднимается. То есть он пьет, и... И Вера хорошо поднимается. Шикарно. Тогда ждем, тогда ждем, когда они отдохнут и отправятся дальше на свои задания. Также у нас еще есть постройки хижина охотников и есть хижины рыбаков. Но, опять же, требуется очень много тростника. 30 единиц он принес сейчас. Я осветилище дополнительное сделаю где-нибудь. Вот здесь. Точка сбора, например, у нас здесь будет, да? Они все равно у нас все время к центру подходят. А, ну, да. Мы у тебя ее поставим. Она здесь работает. И он сюда приносит еще еду. Отличный вариант. А еще у нас есть идолы, да? Давайте их поставим. С вами 60 древесины стоит. Около входа. Возьмем первый. Это у нас волк идет. Вот сюда, при входе. Как наши такие тотемы будут, как-то кинейцы встречающие, да? И еще один вот здесь. Так, а это у нас поддержка, бытбовую кличу, скорейнее взор дымка. Средотдачивать божественную мощь, чтобы повысить силу и скорость атаки вашего подданного. А это что? Сосредоточение подданного укрепит силы богов, чтобы он забыл о земных заботах и нуждах и сосредоточился на результате своего труда. Ускорение направляет силу молнии, повышает скорость движения. Ну и быт. А еще есть дерево развития. Ну, посмотрите. Можно сделать продвинутые военные постройки. Особые постройки. Но здесь нужны ресурсы и какие-то, наверное, еще очки, да? Ладно, разберемся с ним тоже. Пока ничего у нас нет. Как вы отдохнули? Нормально? Так, пять тысяч, пять тысяч, у всех по пять тысяч. Шикардосно все. Ребятки, хватит колдырить стали и пошли. Вот сюда. Брат ранен. А что с ним случилось? Ах, нифига себе, тут стая волков. Офигеть. Уходим, уходим. Единицы, наоборот, сюда тащим сейчас. Ты тоже отойди. Тебе тут нефиг ловить. Уходим, уходим, уходим. Там где наши-то бегут? На подходе. Надо, конечно, окрестности зачистить было. Так ты отойди пока. Ты даже не выходи. Наши рядом. Наши еще чуть-чуть. Сейчас поможем. Минус один. Нападаем теперь на этих. Ломают стены. Смотри, грызут. Бивнями сами пытаются что-то прокусить. Сейчас уконтропупим их быстренько. Отлично. Выходим дальше на работу. Можно больше не волноваться. Все под контролем. Всех зачистили. Идем дальше собирать грибочки, ягоды, тростничок. Ну, в общем, все такое. Что здесь у нас есть? Попосмотрим. О-о-о. Трофей. Еда. К сожалению, уже это все не помещается у нас. А здесь что? Так, приведи трупа немедленно, но верно не успел прочесть. Что-то там с ней происходит. Золото. Надо проверить, что это те ящики. А, это, собственно, не ящики, это камни такие. Где все? Не знаю, где все. Все заняты делом. В принципе, как и вы тоже. Давай, сюда давай сходим. Если мы хотим сохранить боевой дух, надо, чтобы у солдат было золото. Это прекрасно. Я не против. Только оно окончается слишком быстро. Мы же его не производим. Мы его только можем фармить на телах. Смотри, такой себе. В броне весь кровавый. Ты посмотри, что творит. Просто шинкует. Есть такое. Приводим себя в порядок. Немножко пополняем энергию таким вот образом. Красные цветы есть? Есть. Плюс 100 веры. Сумка. Отличная, причем сумка написана. Не простая, а отличная. Еще чуть-чуть здоровья. О! Кто у нас тут живет? Кто у нас здесь обитает? Ну, кроме тех, кого мы размотали уже. А, стоп. Мы ее не можем забрать. У нас санитарий полный. Уже не лезут ресурсы. Но мы запомним. У нас, тем более, здесь маячок остается. Надо будет сюда кого-нибудь отправить и забрать. Мы здесь просочимся? Нет. Тяжеловато. Ребенок почти подрос. Давай, забираем травы. Слышу, здесь какой-то рев идет. Есть вероятность того, что можем здесь наткнуться на кого-то. Кабаны, волки. Выходим по одному. А, так, стоп. А, ловушка. Нет, нам сюда не нужно. Что ж, собираем? Ой, повылезали. Но это не проблема. Да, сильно быстро разберемся. Главное, вижу, здесь у нас туша валяется. Молодцы. Все, собрали. Да. Самый сильный. Знак разведчика еще получили. Здесь что? Еда. Несется, несется. Смотри, а. Как сумасшедший. Просто охренеть. И там еще стая находится неподалеку. Что там у нас? Новая жизнь. Развился мальчик. Рафарон его зал. Пойдем сразу этих раскидаем. А, нет, стоп. Хотя? Хотя раскидаем. Встаем, 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 встаем. Красавцы. Ягоды есть. Ягоды нет. Но тут буквально вот прямо в аккурат попали, да? Очень мало здоровья у него уже оставалось. Нет, стоп. Туда нельзя. О. Он тут хрюкает. Слушай, столько монстров здесь в округе. Погнали наверх. А что вы стоите-то? Они прямо устали, походу, да? Не могут передвигаться? Нет, могут. Что нам это даст? Обзорная башня раскрыла местность вокруг. О. То, что нужно. И вижу, еще тут есть у нас красные цветки, которые нам нужны. Давай, тебя. И тебя. Много тварей, да, судя по маркерам. Пойдем-ка, сейчас их размотаем. Здесь еще и повозочка есть. Ну, чуть-чуть осталось. Молодцы. Так, и Вера всех окружающих подданных на 200 поднялась. Нехило так. Хороший баф. Костер разожгли. А что по воске? Золотишко. Ты у нас еще мелкий, да? Собираешь грибы. Так, ты грибы. А, у нас двое на грибах. Вот он. Подрос. Давай-ка мы тебя конвертнем, наверное, Е в лучнике, да? Будешь здесь пока стоять, помогать, охранять. Что-то, я смотрю, очень много противников становится, поэтому помощь нам, конечно же, пригодится. Потом мы его заберем, когда придут все остальные наши войска. Помогайте, помогайте. Ну, сбили же с ног. Здесь такое. Тростник получили и еды немного. Уздоровье на максимум, естественно, поднимаем. Получается, южную часть карты мы с вами, ну, почти что все раскрыли. Еще чуть-чуть осталось через заход домой, да? И пойдем на золотую нашу звезду. Пауки слышны? Ну, здесь какое-то у них такое небольшое логово, что ли. Попадаем в ловушку. Зато здесь есть костер, здесь есть свет. То есть, это уже хорошо. В полном раке не останемся. Золото. Что еще пропустил? Вот еще тело лежит. И вот тут, да? Готово. Если мы пойдем по низи... О, если мы попробуем собрать. Хватит сейчас карманов. Да. Отличный молот. А он нам что дает? Молот у нас идет. Эффект добычи руды и глины. Ну, да. Нашему бойцу это прямо очень необходимо. Ох, ты смотри, а? Из логово выскочили. Ну, как выскочили, сейчас так и обратно не залетят. Забираем все. Здесь можно пройти? Нет, не можем. Ну, получается, да. Можно возвращаться домой. Здесь мы были, здесь мы были. Здесь кусочек не открыли. Кстати, вот сюда можно зайти, да? Смотри, не дособрал, да, получается? Они уже не берут. Хотя, странно, вроде полоска еще не до конца заполнилась. Здесь тупик, а здесь... Сейчас тоже будет логово. Сто процентов. Нет, не сто процентов. Но бываем, ошибаемся, конечно. А, вот это финал уже. Конец карты. Заткнись, ты такой раз... Это... Развылся. Такой только голову поднял. Сразу в шею стрелу получил. Наши лучники топчик. У них не забалуешь. Вот, сетра, мы заберем. Ну и все, да, уже к дому выходим. Вот сюда. Бегали, что-то мы с вами, по-моему, с сентября. А сейчас уже у нас 18 декабря. А у кого какие-то проблемы? У тебя проблемы есть, да? Надо пойти посидеть. Дальше Джоз тоже посидеть. Это бойцы, бойцы, бойцы. А кто у нас еще собирает что-нибудь? Что-то я не вижу. Тут у нас забирает тростник. А, точнее, тростник, стоп, есть, дерево, есть, а грибы? А грибы, 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 а грибы... А, грибы у нас фуловые, да? Ну ладно. Тебя пока можно объединять. Ты у нас идешь сюда. Ну все, мы полностью с вами прокачали. Здесь три и здесь три. Итого у нас шесть. Даже больше, у нас даже семь бойцов. Кто у нас будет отдыхать? У нас будет отдыхать не... Это сто процентов. И у нас будет отдыхать... Мчихай. Отдохнули? Можно идти на звезду. Вот сюда. А здесь на что? По дороге. Давай сразу проверим. Блин, там лапаем. Там кто-то есть. Кто-то там нам не доспокоит, да? Получили бонус на месяц? Погнали. Переходим туда по этому мостику. Так же той дорогой, как мы сами здесь уже спасали нашу дамочку. Ой, ой, я пропустил. Что там у нас? Золото. Сейчас посмотрим, кто там у нас там хрюкал так мощно. Что там было? Такое за странное существо. Здесь мы собрали, здесь мы собрали, здесь... Ну, нам здесь нет смысла, потому что мы... В другую точку идем. Ё-моё! Что ты за... Так, напасть. Плюс 50 к урону, атака вождя, да? Вы хоть знаете, что нас ждет? Проход через реку? Да. А также логово напасти. Его имя Ордивен. И он не пропустит вас без жертвы. Жертвы? Да, мы это чудище-порошок разотрем. Убить напасть непростая задача, господин. Много лет никто не покушался на этот подвиг. Без отряда опытных бойцов и пробовать не стоит. Это не просто чудище. Оно наделено разумом и соткано из мерзейших душ, которые только отыскал Виелия с подземным царствием. Майк Чар на пасти не боится. Если хотите жить, сделайте, как оно вам скажет. Или найдите другую дорогу. И слушать не хочу про другую дорогу. Пойдем, как намечено. Отдадим этой твари, что она там хочет. Или убьем ее. Мне все равно. Пусть решает наместник. Никакие слова рыси не могли подготовить вас к виду показавшегося из болота существа. Искаженное лицо этой бесформенной разлагающейся туши кажется насмешкино-человеческим. Тварь медленно поднимает покрытую волдырями руку и направляет на вас палец. Накорми меня. Раздаются у вас его клекочущие хрипы. Юным мясом. Требование задания. Принеси в жертву ордовену ребенка. Принять испытание. Либо атаковать, либо отложить решение. Слушайте, ну я что-то как-то... У меня как-то рука не поднимается. Отдать ребенка в жертву. Да и хотя... Неизвестно, от чего мы можем потерять. И кого мы можем лишиться после таких решений. Ладно, нет. Все-таки давайте попробуем атаковать. Не спешите, наместник. Битва с напастью это акт отчаяния, больше похожий на глупость, чем храбрость. Эти ужасные существа созданы самим Велесом и наделены его божественными силами. Заклинаниям им не страшны и даже отряд опытных воинов может с ним не справиться. Вы точно уверены, что готовы рискнуть нашими жизнями и приказать идти в атаку? Оу, прямо дополнительный, да, такой вот рычажок стопа нам подкидывает. Мол, не то ты делаешь. Такое ощущение, что действительно игра хочет, чтобы я сделал тот выбор, который будет, может быть, многим неприятен. Если он это будет пытаться как-то, не знаю, там, наложить на реалии, да, мол, я бы так в жизни не сделал. То есть отдать ребенка в жертву. Либо мы можем попробовать подкопить еще войско и дать ему бой. Так, идти в атаку, нет, не идти в атаку, отложить решение. Что-то ты прямо совсем как-то игра, но не хочешь, чтобы я этого делал. Ладно, возвращаемся, возвращаемся домой. Странный звук, очень странный звук. Надо отремонтировать заборы, кстати, о птичках. А то они у нас тут поломанные все. Слушай, подождите, а у нас там есть вариант, он сказал, обойти, но никаких вариантов он, типа, рассыше даже и не хочет. А мы попробуем. Мало ли, что он там не хочет, мы зато хотим, да? Сейчас посмотрим, что хотя бы там нас окружает. Золотишко есть. Слушай, ну хрень, конечно, ужаснейшая, просто ужаснейшая. Придумали же, я вам скажу. Да уж. Умеют иногда выдумывать, да? За можем попасть? Не можем. А здесь не обойти это болото, понятно. Да уж, ладно, домой. Он, кстати, не хочет собирать грибы. Ну, понятно, да, зимой они закончились. Давайте, наверное, тогда сделаем хижину охотника. Пускай хотя бы она нам приносит какие-то плоды. Нет, стоп, она не работает у нас. Ну, в смысле, она работает, но она огромная. А вот рыбацкая хижина, по-моему, должна сюда влезть. Идеально. О! Причем интересно, смотрите, сколько куриц у нас здесь ходит, да? Но курятников нет. А еще нам тогда потребуется с вами военное дело. Нам нужны будут еще бойцы. Так, как мне тебя установить? Наверное, плюс одну мы с вами сделаем яму секирщиков где-нибудь вот здесь, с этой стороны. Потому что здесь у нас три дробь три. Ты от грибов уходишь на рыбалку. Работает, нет? Надеюсь, что да. Но зимняя рыбалка в любом случае должна быть. Давай, бери удочку и вперед. Отлично. Что касается тебя, то же самое. Помоги ему с едой. Это готово. Ну, как раз таки будем здесь бойцов обучать. Ну, а вы пока отдыхайте. Не знаю, правда, сколько нам тут ждать, но я думаю, годик точно можно будет прокрутить. Прямо-таки бойзом нападать тремя солдатами. И сделаю еще хижину охотников дополнительно. Что-то как-то еда проседает. Но вопрос, как мне тоже тебя расположить где-нибудь. Слишком большая. Прямо слишком большая. Здесь где-нибудь, может, в центре прямо. Такие звуки странные. Мы должны действовать, пока хоро нас уничтожит. Никого вроде нет. Никакой атаки тоже. Так, родился ребенок. Девочка Найдамира. Я, наверное, сейчас сниму ее с дерева и назначу на рыбалку. Кровавая луна. Полнолуния спокойными не бывают. Но алая луна возвещает истинное небывалое кровопролитие. Сила хороста достигает пика. Напитавшись человеческим страхом и тоской, он начинает плодить чудовищ. Такую ночь ложный бог рождает новых врагов рода людского. С местом, конечно, проблема. Думаю, где-нибудь здесь, наверное, поставят дополнительное стрельбище. Иначе это уже все не помещается здесь. Пока немного еще прогуляемся. Зима, все дела. Конечно, да. Занимаемся рыбалкой и просто жду, когда подрастут детишки. Буду надеяться, что, может, когда-то найдем еще. Главное сейчас избавиться от любых проблем, которые могут возникнуть на пути у наших собирателей. Они уже далеко куда-то ходят к следующим озерам. О, дерево. Тростник. Ну, это не проблема для нас. В принципе, вообще. Красавцы. Да, такой. Здесь все собрали. Такое ощущение, что они здесь заново появляются, да? Все эти бедологи. Собрали. У меня здесь тупик. Надо отсюда уходить, куда-нибудь вот сюда, наверное. О, ребенок родился. Мальчик. Сульбрат. Здесь у нас что? Так, здесь у нас какое-то там чудище, да? Проверяем, что тут есть в телах. Немножко лута. Буквально совсем чуть-чуть. О, здесь кто-то появился. Красный маркер загорелся. Так, что у нас по состояниям? Ты у нас как? Ты у нас уже пьешь, отдыхаешь. Ты у нас боец. Типа не до этого. Все остальные в норме, да? Ну, открываем север карты. У нас уже весна, 3 марта. Не знаю, хватит нам этого количества людей. Не хватит. Нам нужно золото, да? Чтобы можно было бойцов сделать. О, банны. А что так роняют? Отлично. Пауки были. Я прямо отчетливо слышал их треск. У них, получается, ларцы, да? Около их логова. О, повылезали. Вообще ничего нет. А, здесь свита какой-то. Что там у нас идет? Опыт от производства еды плюс 50. Да, не то, что я хотел бы. Прям вообще не то. Я что не хочу на боевку. О. Золотишко. Немножко золотишко, да? Значит, кто у нас сюда отправится? Сборщик грибов, наверное, Екон вернется у нас в лучнике. О. Успеешь? 5, 4. Давай, 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 давай. Эть. Успела зайти. Там у нас дела? Все хорошо. Они около костра стоят, поднимают общий уровень. Ну, а ты пока просто жди. Вот здесь где-нибудь. Ты у нас наверху. Так, отдыхаем, отдыхаем. Рыбу ловим 175. Ну и, походу, да. Все. Погнали дальше. Слушайте, а может вообще всех конвертнуть резко в бойцов и никого больше не дожидаться? Ну, ладно, сейчас вот малой подрастет. И решим этот вопрос. А что здесь прячете? А, кстати, можно траву немножко собрать. Вдруг кому-то там пригодится. 19 золотишки. И все. Мы с вами открыли по факту всю карту. Больше нам здесь ничего не сделать. Надо идти через это чудище. А, еще вот здесь можно, как вариант, проверить. Но сперва заскочим домой. Поставлю-ка, наверное, еще одну медоварню, чтобы процесс восстановления был еще быстрее. Ну, что касается войска. Получается, у меня вот такая группа сейчас сформирована. Это бойцы ближнего боя на цифру 1. То есть четверо. И вот у нас идет пятерка бойцов дальнего боя. Вот думаю, пробовать, либо еще ждать. Либо немножко формануть и конвертнуть те, кто у нас еще на еде. Наверное, это будет даже лучший вариант. Прогуляемся куда-нибудь вот сюда. Просто не понять, что ждать от игры. Самое, что интересно, в два раза пытается игра нас предостеречь, да? Поэтому есть дикое желание как-то правильно что-то подготовиться. Здесь кто-то есть. Какие-то псы. Шайк размотаем. Вот эти золотишки много. Золотишка и костер. Это хорошо. Ну, чуть-чуть осталось. Отлично. Забираемся в золото. Гожаные доспехи для бойца ближнего боя. Это прямо очень, кстати. Так, что по поводу наших там? Ты у нас рыбак. Давай будешь теперь вот сюда. Беги за секирой. И, наверное, еще... Так, и кто же еще ты, наверное, давай ты, наверное, с грибами у нас отправляешься вот сюда. Будешь лучником. Как-то наши ребятки наши готовы и ждут. Единственное, что тут, конечно, надо их подхилить. Хотя в любой случае, пока они будут даже ждать, могут подхилиться, да? Все, что можно съедаем. Бегом сюда. И вы двое. Так, первый. И второй. Еще ребенок родился. Как вовремя. Мальчик лубордор. Лубордор какой-то, да? Все, ждем. Будем пробовать нападать. Нам будет уходиться за Сэйвицем. Ой, это что? Пропустил. Молотый перец. О, да. Прямо самое то для атаки. В глаза кому-нибудь пустить его дунуть и всех делов. Ты сюда, Шуруй. Ты сюда, Шуруй. Значит, вы цифра 2, вы цифра 1. А пока вы все вместе идете вот сюда. Опа. На подходе встречает, а? Но это явно для нас не проблема. Они респауниваются, походу, специально для того, чтобы нам отгрузить побольше ХП, да? То есть забрать его. Вот гады. Давай сюда. Сейчас все, что можно съедаем. И тут я еще вижу, красное растение есть. О, а здесь что? Тростник. Пригодится. Все, уходим. Сейчас мы-то их выстроим в порядок. Единственное. Так, по здоровью вроде как все нормально. Байцы об ближнего боя сюда. Лучники сюда. Но этот чучело еще не в курсах, походу, что мы собираемся с ним делать, да? Сейв подвесил. Давай, ребятки, вы сюда. Атаковать? Да. Лучники близко не подходим. Спределяем с дистанции. Отходим. Вон туда накидываем. Обратно сюда. Что? Блин, там кто-то идет еще. Так, мы можем хоть какой-то бонус дать? Боевой клич давай на тебя. Просто руби его, как я не знаю, как не в себя. Четыре клетки осталось. Давай, давай, парни, жмем. Просто жмем как никогда. Средоточиться. Вот сюда. Двойка отходим. Стреляем дальше. Два хп. Нахрен нам ребенком было жертвовать, да? Зачем? Мы сейчас тебя размотаем, чучело. Отправим тебя, куда тебе, в принципе, это должен быть. О-о-о, наши складываются. Наши жестко складываются. Я надеюсь, на... Те, кто у нас с секирами работает, чуть-чуть остается. Поднимаем. Иди его подними. Ну, чуть-чуть осталось. Боги. Кто мог такое сделать? Сколько смертей. Что? Ого. Бой. Он. Он улетел. Что? Что здесь творится? Я тоже не понимаю, но нужно сейчас уходить. Он может вернуться. Соглашусь, ведьмы и господин. Спрячемся в лесу, я думаю. Как лучше все поступить. Хорошо. Хорошо. Успех. В погоне за золото нам пришлось бросить вызов даже не одной, а двум напастям. Справиться с ними нам помогла колдунья. Но прежде чем продолжить путь, лучше будет закрепиться здесь. Хотите продолжить эту кампанию? Конечно, хочу, но это уже будет в следующей серии. Очень надеюсь, что вы поддержите данное видео с лайком и абсолютно любым комментарием. Ну, а что касается данного болотного чуда, 100% игра, конечно, не зря предупреждала нас о том, что, да, к этому надо подготовиться. И мы сделали все верно. Надеюсь, серия понравилась. Всех люблю. Обнял. Поднял. Пока. Субтитры подогнал «Симон»